Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49 в студии Мария Левина и смотрите сегодня. Как себя чувствует малый и средний бизнес в Новосибирской области? Как власти региона поддерживают предпринимателей? В массовом ДТП на Берском шоссе пострадали 6 человек, в том числе двое детей, что могло стать причиной аварии. В Новосибирске встречают делегации из южнокорейского города Пусан. В рамках этого события в кинотеатре Победа состоялся показ фильма «Ода моему отцу». А теперь подробнее об этих и других событиях. Новосибирская область лучшая среди регионов Сибири по показателям малого и среднего бизнеса. Неплохо область смотрится и в целом по России. По объему инвестиций в основной капитал Новосибирская область занимает шестое место в стране по количеству предприятий малого и среднего бизнеса восьмое. Такую информацию озвучил губернатор Владимир Городецкий во время своей встречи с журналистами. Как сегодня обстоят дела с малым и средним бизнесом в нашем регионе и какие шаги предпринимают областные власти для его поддержки, выяснил наш корреспондент Василий Акимов. Предпринимательская активность – отличительная черта новосибирцев. Наш регион стабильно в числе лидеров по развитию малого и среднего предпринимательства. Доля оборота малых и средних предприятий в прошлом году составила около 45% от общего оборота организаций области. «За январь-апрель, это конкретные данные, за январь-апрель этого года зарегистрировано уже 5044 новых юридических лица. А на период прошлого года аналогичной было 4758». Областные власти стараются оказывать всевозможную поддержку малому и среднему бизнесу. Ведь это и рабочие места, и налоги, и насыщение рынка новыми товарами. В регионе сегодня работают два фонда, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу. Это гарантийный фонд и фонд микрофинансирования. «Сегодня гарантийный фонд в Сибирск области в 2016 году по состоянию на половину июля уже представил 172 гарантии представителей малого и среднего бизнеса на сумму 951 миллион рублей. И в результате сумма финансовых ресурсов, которые смогли взять кредитных ресурсов в малые и средние предприятия, составила почти 2,1 миллиарда рублей. Вот такой под гарантией правительства, под гарантией этого фонда. Поэтому это в 1,4 раза активнее позиция, чем в прошлом году. Этот фонд существовал и в прошлом и позапрошлом году. Гарантийный фонд сотрудничает с 19 банками. У нас есть специальные соглашения». Кризис, конечно, не прошел незамеченным для малого и среднего бизнеса. Уменьшились и возможности областного правительства, старающегося оказать посильную помощь предпринимателям. Тем не менее, предприниматели всегда могут на поддержку со стороны властей. Ее формы разнообразны, а перечень мер постоянно расширяется, заявил губернатор. И наиболее перспективные предприятия, вложения которые в будущем окупятся, могут смело рассчитывать на помощь со стороны государства. Митинг за свободу интернета прошел во вторник вечером в Новосибирске в сквере у театра «Глобус». Горожане, пришедшие на митинг, а среди них были эксперты в сфере IT и телекоммуникации, протестовали против так называемого пакета «Ировой». Напомним, что 7 июля были приняты законопроекты, ужесточающие ответственность за террористические и экстремистские преступления. В их числе и вызвавшие немало споров и возмущение нормы, обязывающие операторов связи и интернет-компаний хранить текстовые сообщения, разговоры пользователей, изображения, звуки, видео и иные сообщения до полугода. По мнению ряда экспертов, это приведет к огромным убыткам для компаний и заставит их значительно повысить стоимость своих услуг для пользователей. О том, чего добиваются пришедшие на этот митинг и как они намерены добиваться своих целей, смотрите в нашем вечернем выпуске новостей в среду в 21.00. ЗАГС Собрание Новосибирской области рекомендовало контрольно-счетной палате региона проверить законность и обоснованность увеличения стоимости 4-го моста в Новосибирске. Депутаты напомнили региональному правительству о своих претензиях к финансовой модели моста. Как сообщает НДН-Инфо, свои претензии к финансовой экономической модели строительства моста в створе улицы Подромская в центре Новосибирска депутаты высказали на публичных слушаниях 14 июля. Строительство моста областной бюджет на подготовительные работы, как ожидается, направит 3,5 млрд рублей. Затраты конституционера составят около 7,5 млрд. При этом к 2022 году конституционер должен под гарантией облбюджета получить 91 млрд рублей дохода. То есть при недозагрузке моста, проезд по которому будет платным, недостачу компенсирует из казны региона. Рекомендации, подготовленные по итогам обсуждения направили губернатору Новосибирской области в прокуратуру и контрольно-счетную палату региона, фракциям, ЗАГСобрания, мэрии и Совет депутатов Новосибирска. Десятилетнему Никите Дегтяреву врачи запретили заниматься любимым делом – спортивными танцами. Мальчик задыхается от малейших физических нагрузок. С раннего детства он болен бронхиальной астмой. Но мечта двигаться в ритме танцев не покидает Никиту. Чтобы стать к ней на шаг ближе, ребенок должен бороться за каждый вдох. История Никиты Дегтярева и о том, как можно ему помочь, смотрите прямо сейчас. Приступы удушья стали беспокоить Никиту Дегтяреву еще в первый год жизни. Со временем они только усилились. В три с половиной года диагноз ребенка был определен – бронхиальная астма. Сейчас мальчику уже 10 лет, и раз в две недели случается обострение, и тогда приступы просто изводят его. Мальчик задыхается до шести раз за день. Из-за кислородного голодания у Никиты постоянные головные боли. Сердце бьется с такой силой, что готова выпрыгнуть из груди. Почему и отчего Никите не хватает воздуха, до сих пор до конца не ясно. Могут быть разные причины. Может даже погода сменится. Вот зимой бывает там метель, например, и он обязательно отреагирует. Зимой от приступов Никита страдает чаще. Семья даже вынуждена была переехать из Якутска в Новосибирск. Врачи рекомендовали срочно поменять климат. Однако и здесь целых два зимних месяца Никита вынужден был просидеть дома. Приступы были настолько частые. Но не только зимой. Острая нехватка воздуха у мальчика может неожиданно начаться в любое время года. Например, семейный отдых этим летом не обошелся без приступа удушья у Никиты. Вроде ни кашля, ни сопли, ничего простудного у нас не было. Но ночью очень такой тяжелый приступ был. Мы его снимали несколько раз. Пришлось дать преднизалу. В моменты удушья ребенок испытывает сильный страх. У него начинается настоящая паника. Мама Никиты всегда боится проспать и не успеть помочь сыну. За все эти годы она так и не смогла привыкнуть и оставаться спокойной в такие минуты. За его жизнь постоянно страшно по ночам, когда приступы такие. Ведь он же может выдохнуть и больше не выдохнуть или наоборот. Когда болезнь немного отступает, Никита становится таким же мальчишкой, как его сверстники. И тогда он из рук не выпускает конструктор Лего. Никита серьезно увлечен робототехникой и конструкторами. И уже два года дистанционно обучается программированию. Собранный его руками робот может ходить вперед и делать несколько шагов назад. Надо написать программу на компьютере. Потом записать ее на робота. И тогда он будет выполнять ту программу, которую ему задали. А пока мы готовили этот сюжет, Никита успел научить своего робота мотать головой. Но главная страсть Никиты даже не роботы, а спортивные танцы. А именно акробатический рок-н-ролл. Внушительная связка медалей и целый ряд кубков – это далеко не все награды. Как настоящий джентльмен, Никита отдает совместно завоеванный кубок своей напарнице. Без рок-н-ролла парень просто себя не мыслит. Там, конечно, очень большая нагрузка, очень большой темп. Но он старается, очень старается, чтобы никто не заметил, что ему так тяжело. Отпрашивается вниз спуститься, делает ингаляцию, чтобы никто не видел, снова возвращается или умоется. Очень большое стремление, он очень хочет заниматься танцами. Да, я бы хотела заниматься, это моя мечта. Беда в том, что болезнь продолжает прогрессировать. Врачи запретили Никите физические нагрузки. Сейчас он вынужден оставить танцы, но надеется, что когда-нибудь избавится от астмы и вернется к любимому рок-н-роллу. Облегчить состояние и уменьшить количество приступов Никите поможет кислородный концентратор. Специальный медицинский припор, который можно использовать дома. Его стоимость более 150 тысяч рублей. Приобрести его многодетной семье мальчика не под силу. Чтобы помочь Никите, отправьте смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Отправлять их можно в неограниченном количестве. Другие способы пожертвования можно найти на сайте благотворительной организации «Русфонд». Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 29-летнему врачу-неанатологу родильного дома номер 7, в котором умер младенец. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону, женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Новорожденный мальчик скончался в роддоме номер 7 в июле 2014 года, спустя сутки после рождения. Неанатолог, наблюдавший за ребенком, не заметила, что малыш родился с осложнениями здоровья. Как отметили в Следственном комитете, врач не приняла всех необходимых мер по установлению правильности диагноза и оказанию медицинской помощи, что привело к смерти ребенка. Суд приговорил неанатолога к одному году лишения свободы, запретив заниматься врачебной деятельностью в течение 6 месяцев. Однако в связи с отечением срока давности с момента преступления, подсудимая от наказания по данному приговору освобождена. ДТП на Берском шоссе с участием пяти машин, произошедшее в понедельник 25 июля, оказалось записанным на видеорегистратор. Сейчас вы все увидите сами, а наш корреспондент расскажет о причинах массового столкновения и пострадавших в нем людях. Видео с регистратора показывает, насколько все произошло быстро. Понятно, что среагирует на внезапно вылетевшие на встречную полосу автомобиль, никто даже и не успел. В итоге в дорожно-транспортное происшествие оказались втянутыми пять автомобилей, включая грузовик МАЗ. Сначала столкнулись три автомобиля, которые следовали в сторону Берска, две иномарки и грузовой автомобиль. После этого одна из иномарок, Тойота Королла, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом Соболь. Микроавтобус Соболь со своей стороны столкнулся еще с одной иномаркой, еще с одной Тойотой. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали, как я уже сказал, два человека. Это женщина-водитель автомобиля Тойота Короллы, ей 56 лет, а также водитель, который управлял микроавтобусом Соболь, ему 46 лет. Водителя Соболя спасателям пришлось буквально вырезать из машины, ему зажало ноги. Пассажиры микроавтобуса практически не пострадали, хотя среди них было трое детей, четырех, пяти и шести лет. В «Газеле» мужчина пострадал, водитель, его вытащили с ногами, его увезли, детей тоже увезли на скорой помощи. После обследования детей отпустили по домам, сообщили в ГАИ. Причины данного ДТП в настоящее время устанавливаются. Но есть все основания предполагать, что одной из них стало нарушение правил маневрирования участникам дорожно-транспортного происшествия, а именно водителям Ауди. Эта иномарка, по версии инспекторов, пыталась совершить обгон «Тойота Королла» и вытолкнула ее на встречную полосу. Однако окончательные выводы следствию еще предстоит сделать. 26 июля в Новосибирске побывала многочисленная делегация евразийской экспедиции из южнокорейского города Пусан. О культурной программе гостей в сибирской столице, целях и задачах вояжа по России расскажет наш корреспондент Александр Булдаков. Евразийская экспедиция из города Пусан, второго по величине в Республике Корея, в полном составе прибыла в Новосибирский кинотеатр «Победа». 54 человека, представители студенчества, бизнеса и властей южнокорейской агломерации представили художественный фильм «Ода моему отцу», получившего премию «Большого колокола» в 2015 году за лучшую режиссуру. На показ пришли не только новосибирцы. Мы приехали на просмотр корейского фильма. Нам очень интересно стало, мы увидели новости в интернете, вот поэтому решили сюда приехать. Но прежде гости и принимающая сторона обменялись приветствиями и танцевальными номерами. Судя по аплодисментам, новосибирский хореографический коллектив корейцам понравился. Они всем составом поприветствовали сибиряков и вкратце рассказали о фильме «Ода моему отцу», который специально привезли для показа. «Действия разворачиваются в портовом городе Пусан на фоне начала Корейской войны в 50-е годы 20-го века. Фильм повествует историю жизни одного отца семейства, открывая нам все стороны невероятной и в то же время удивительной жизни в Пусане». После официальной части свое танцевальное мастерство показали и корейцы. Традиционный корейский танец с белым платком рассказывал о скоротечности человеческих чувств. Вот уж действительно человеку, знакомому с корейским творчеством только по смартфонам и автопрому, понять суть движения в этом танце – задача не из легких. Но в зале, видимо, присутствовал народ знающий, поэтому хореографию оценили аплодисментами. На сам сеанс евразийская экспедиция города Пусан не осталась, предоставив самим сибирякам возможность оценить достижения корейского кинематографа. Кстати, ленту «Ода моему отцу» уже показали во Владивостоке, Хабаровске и Иркутске, в тех городах, где уже побывала делегация из южнокорейского Пусана. Далее экспедиция принесет свои творчества и культуру в другие крупные города России и закончит путешествие в Санкт-Петербурге. Судя по организации программы визита и проводов делегации, в Новосибирске ее приезд не остался незамеченным. На кинопоказе были представители МИДа России, мэрии города, творческие коллективы. На перроне другие официальные лица и группа школьников, которые уже на следующий день отправятся в Республику Корея. Год назад как раз их семьи принимали гостей оттуда. Они у нас уже ждут, мы целый год переписывались с ними, активно готовились, изучали язык и теперь готовы с ними снова встретиться. Здесь, на перроне, ребята спели популярную песню, конечно же, на корейском языке. Поезд увез евразийскую экспедицию города Пусан дальше. Что же, очень даже интересный опыт продвижения бренда своего города в государстве, являющемся для евразийского пространства очень даже перспективным партнером. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok